и поехали итак друзья всем привет с вами был азия это небольшая вырезка она будет содержать новости охс которые вышли буквально вот сегодня не скажу точно во сколько но сегодня то есть 26 числа новость у него ехали внизу но это мелочь и так что же нас предстоит тут есть целая пачка новостей начнем по порядочку тут говорят что механика фхс такая застоявшаяся нудно и так далее но они ведут разную работу по ее изменению по измене в будущем само удобство игры чтобы игра стала веселее интересней менее однообразной что кстати весьма интересно посмотрим что же они придумают в будущем для этого да что же они делают для начала итак новые события какие были просто в восторге от недавнего злобненного солнцеворота и мы рассматриваем возможность в вводе новых масштабных внутриигровых событий с наградами тематические потасовки и изменения которые могли бы на некоторое время или даже навсегда придать еще больше разнообразия игровому процессу харстон а начнем мы с нового события которое начнется через несколько недель и будет включать потасовки в стиле похода в подземелье двухклассовые бои на арене легендарные награды за задания и ряд изменений затрагивающих мета игру о последних мы поговорим подробнее в разделе встряска для стандартного формата она будет чуть ниже подробности обо всем этом мы расскажем 4 октября а пока думайте и так собственно встряска для стандартного формата картинка намекает немножко да вот игроки успели привыкнуть к текущим условиям игры в рейтинговых дуэлях стандартном формате и нам кажется что настало время забросить уже отлаженный механизм парочку лишних гаек или сразу 23 мы возьмем несколько самых популярных карт за всю историю харстон включая рагнароса огненного и энзота коренным образом влияющий на игровой процесс и ненадолго перенесем их из вольного формата стандартный а чтобы в событии ставящим мету с ног на голову на голову могли принять части все желающие мы предоставим всем игрокам копии этих карт которые нельзя будет распылить или изготовить чтобы они могли прибавить мощи их колодам подробности и весь список вы увидите 4 октября следите за новостями вот это весьма интересно классовые портреты за тысячу побед в будущем нам бы хотелось предоставить игрокам харстон возможность отметить свои успехи и достижения в игре в следующем крупном обновлении мы добавим в игру классовые портреты которые можно будет получить в награду за тысячу побед за тот или иной класс полюбуйтесь на парочку из них и начинайте набирать победы собственно довольно симпатичный приз куда лучше чем базовый да джайна но декольте до сих пор не видно это жаль и кстати неплохой гулдан да это интересно будет глянуть есть у меня хотя бы на одном классе 1000 побед но сейчас не об этом и изменение повышающие качество игрового процесса на самом деле я даже не читал сейчас посмотрим дополнительные критерии поиска мы хотим максимально упростить и ускорить поиск нужных карт поэтому мы расширим набор ключевых слов чтобы было бы легче найти карты со сложными названиями и свойствами список поисковых терминов пополнится вхождениями содержащими распространенные ошибки и упрощенными вариантами написания названий карт так например теперь достаточно будет ввести snip или snap чтобы найти карту snip snap ну типа потому что пишется через единичку да чтобы можно было записать через и или вместо четверки писать через а хотя поначалу добавим дополнительные термины только для карт ошибки в написании названий которых может встречаться чаще всего со временем можем добавить и все остальные при необходимости ну то есть бывает пишешь там знаешь не легендарной пишешь пишешь легендарные а правильно писать легендарная то есть как бы вроде там минимальное изменение да но ты уже не находишь легендарные карты эпические ты не находишь а эпическая ты находишь все нужные карты надеюсь мне тоже все это поправят изменение заданий хотя они не войдут в ближайшее время хотя они не войдут в ближайшее крупное обновление мы подготовили обзор наиболее значительных изменений которые будут в будущем затронуты задания мы уменьшим число и упростим условия наименее популярных заданий чтобы игроки могли проще и быстрее их выполнять также для разнообразия мы введем новые задания большинство ежедневных заданий распространяется по двум категориям простые полтинник и сложные 60 при замене более сложного задания 100 градусов 60 так например когда можно нужно разыграть 10 зверей вы всегда будете получать задания из легкой категории ага то есть ты будешь менять всегда 60 получать полтинник всегда но типа задание будет весьма легкое чтобы ты его сразу делал ну как вы знаете весьма довольно удобно да то есть ты знаешь 60 ты хочешь ты поменяешь ты его сделаешь ты знаешь что быстро ты его сделаешь но получится 10 голды меньше но ты уверен в том что ты его сделаешь там закатку за 2 а там не сыграть три игры допустим шаманом нет тебя времени поменял задание за одну за одну игру все сделал получил он 10 голды меньше там поехал на работу да пошел на учебу да легкие задания можем так может как пиратов на сможет решить понятно да собственно на этом на этом новости все ребята итак подведем небольшие итоги портреты огонь стресска для вольного формата 23 карты есть то будут ключевые карты по типу рагнароссу прямо ключевая карта энзот да рагнарос просто тупо весело да то есть еще 23 такие же какие-то плюс-минус сильные карты я подозреваю что будут либо эпики либо леки давайте-ка на секунду глянем карты из вольного и прикинем какие карты могут пойти сейчас в стандарт что прям сильно перетряхнуть так а воль нельзя просто посмотреть да может посмотреть просто все да ну давай все это скорее всего будут общие легида вряд ли это будут классовые давай посмотрим с общих легендарок легендарные и она не находит а если напишу легендарная тоже не потому что написал криво легендарная вот так какие карты могут сильно зайти в мету бран ктун казакус элиза ну собственно мурлок ничего хорошего не принесет поэтому ладно таурисон или таури сан как ему удобней мариэль это просто дикая ерунда была раньше рено возможно доктор бум император вернется только если вернется к тун но это понятно да возможно тел ту z возможно не marine лис наверно вряд ли возможно смотритель но он весьма слабая карта хромагус тоже не очень сильный и шараж возможно вернется возможно сердце дуб пытаясь вспомнить более наиболее самые играбельные карты так ну-ка ну когда быстро по классам пробежимся можете вспомним так возможно дк вернуться все да то есть представляете дк плюс квесты в одном формате ух ух что будет твориться авианы хадронокс и таун друи да добрый вечер так дк я сказал возможно оружие легендарное лунет да у меня же еще я же молодец я смотрю такой карты а у меня же нет половины карт я красавчик так кун точно ну если кун если авиана и наоборот то есть противном случае нет жуткая тишуя нет кулак черных уран нет 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 газрила нет к нет рок-дел-ар возможно он же еще не ушел право после уже ушел уже да да назвал так та 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 там как много карт меня нет это ужас так пока не дешевка ключевого больше не вижу да легендарное оружие я сказал про дк я сказал так кого-то наверняка забыл то есть все что касается рено так это зефрис соля рено в текущих реалиях получается еще и так стоп зефрис короче все в сторону деки то есть в текущих реалиях то есть в текущих реалиях это еще есть теста бран бран под браном можно будет сделать в стандарте наверно но это не точно но я пропустил много карт которые тоже могут вернуться которые имеют место место жить поэтому большинство все таки из них будет на из-за общего то есть чтобы они могли лечь другую деку боже я не хочу чтобы ты возвращался рога на кили сайте и как страшно как страшно варлок сумбры когда у тебя полный стол таунтов 1 3 что еще может вернуться все уже не сильно влияло так на мету мне кажется по ключевым картами пробежался да то есть это наше предположение что может вернуться в момент в момент возвращения ладно ребят на этом все новости подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был блазя и пока пока